Еще раз всем добрый день, я рад вас приветствовать. У нас с вами очередной традиционный онлайн-вебинар. Каждый месяц мы с вами выходим в прямой эфир для того, чтобы подвести итоги предыдущего месяца. И, как правило, такие вебинары у нас стоят из двух частей. В первой части мы говорим про новости, которые у нас есть, новости компании. И во второй части мы отмечаем чемпионов, партнеров, которые отметились в предыдущем месяце. Еще это сегодня у нас 10 января 2024 года. Это говорит о том, что хочу вас поздравить с Новым годом, с Рождеством, со всеми праздниками, которые прошли. И мы с вами постепенно врываемся в рабочий режим. Надеюсь, все салаты уже доели, все уже вышли из праздничного настроения. Переходим в рабочее настроение и начинаем 2024 год. Плюс у нас с вами финишная прямая. У нас осталось чуть больше трех недель до нашего главного мероприятия, итоги года, который пройдет в Москве. Но об этом еще немножко позже поговорим. Так, значит, давайте начнем с новостей, которые есть у нас на сегодняшний день. Что нужно... о чем нужно поговорить. Значит, начнем с того, что еще раз хочу напомнить, что с 1 февраля, то есть это тоже... Ну, уже осталось три недели. То есть три недели. И с 1 февраля у нас ожидается повышение клиентской абонентской платы. Значит, и это говорит о том, что у вас еще есть три недели для того, чтобы вашим клиентам напомнить, чтобы они могли... чтобы они оплатили годовую абонентскую плату. Еще раз напомню, что все клиенты, они могут до 1 февраля оплатить годовую абонентскую плату. Таким образом, они могут зафиксировать старые цены. То есть они еще целый год могут работать по старым ценам. Плюс еще они получают два месяца в подарок. Поэтому вот, пожалуйста, еще раз всем клиентам, которые есть у вас, об этом им скажите. Есть такая возможность, потому что с 1 февраля у нас уже поменяется цена в бэк-офисе. И каждый новый месяц продления абонентской платы у нас будет стоить уже других денег. Еще раз напомню, какие платежи у нас... Какие платежи это касается? Это касается клиентской абонентской платы. То есть там, где есть клиентская абонентская плата. Это, значит, обычная абонентская плата. Станет 40 условных единиц. Это аренда. Лицензия 110 условных единиц. Это годовая абонентская плата. С 1 февраля она тоже увеличится. У нас было 300, станет 400. Там, где мы даем 2 месяца в подарок. И также ждет повышение рассрочка. То есть у нас есть рассрочка, когда клиент в рассрочку берет лицензию. Значит, она была 150 уе. Потому что там, помимо стоимости лицензии, еще была абонентская плата. Вместо 150 и станет 160. То есть все клиентские платежи у нас повышаются на 10 условных единиц. Значит, еще раз, 3 недели у нас еще есть для того, чтобы клиентам эту идею донести, что выгодно на год оплатить вперед и еще раз получить 2 месяца в подарок и еще целый год пользоваться старыми ценами. Так, значит, клиентская абонентская плата, повышение. Почему, еще раз хочу объяснить, почему мы повышаем абонентскую плату, для того, чтобы было понимание у партнеров, у клиентов. У нас есть 2 причины на это. Значит, первая причина, то есть первая часть денег от этой дельты, которую мы до собираем, значит, первая часть денег, она идет в компанию для того, чтобы покрыть ту инфляцию, которая у нас сейчас на данный момент образовалась. То есть инфляция – это повышение цен. Значит, и если вспомнить, последнее повышение цен у нас было 5 лет назад. То есть 5 лет назад, в последний раз, мы повышали цены на клиентскую, абонентскую плату. И понятно, что за эти 5 лет произошло очень много событий, которые очень сильно повышали, повлияли на цены. То есть у нас есть контрагенты, с которыми мы расплачиваемся, которым мы платим за то, чтобы наши сервисы все работали. Плюс еще есть клиент, которым мы продолжаем еще платить в долларах, несмотря на то, что мы зафиксировали курс на уровне 80 рублей, мы продолжаем платить в долларах. То есть это нормальная история, потому что, в принципе, везде мы сейчас это по рынку видим. И, значит, мы до последнего, то есть мы как могли держали это повышение, то есть оттягивали, ну или ждали там какого-то удобного случая, то есть чтобы что-то произошло, какой-то знак. Вот. И второй момент, куда мы будем распределять вот эту дельту, которую мы получим с повышения, вторая часть денег у нас пойдет на финансирование офисной программы. Значит, офисная программа... Что такое офисная программа? Значит, у нас есть программа, по которой мы субсидируем или, скажем так, дотации субсидии на поддержание офисов в регионах. То есть это партнерские офисы. И вот эта офисная программа, она с... Мы работаем с этой программой, ну практически с самого основания компании, то есть уже последние 10 лет. И вот в этой офисной программе за последние 10 лет практически ничего не менялось. То есть вот те условия, с которыми мы тогда начинали работать, эти условия, они продолжают работать прямо сейчас. Опять же, понимаем, что за 10 лет очень много всего произошло внешне и внутри компании, потому что одно дело, когда компания только начинает работать первый, там, год, два, три. И другое дело, когда компания уже работает стабильно 10 лет, там уже совсем другие процессы, другие задачи и так далее. И нужно постоянно адаптировать, значит, вот эти инструменты, ну, например, такой, как офисная программа. Мы последние, вот с партнерским сообществом, с департаментом масштабирования, мы последние, ну, года два, наверное, точно, мы постоянно к этому вопросу возвращаемся, о том, что офисная программа, она уже работает не так эффективно, как в самом начале, что ее нужно модернизировать, ее нужно дорабатывать, там, и так далее. Вот. И вот у этой офисной программы, которая есть сейчас, вообще, почему офисная программа, почему она важна, я думаю, вы прекрасно понимаете, что офисная программа, вообще наличие офисов в регионах, оно влияет однозначно на подключение партнеров, на подключение новых клиентов. Оно влияет, ну, вообще, в целом на эмоциональный комфорт партнера, то есть комфортнее работать тогда, когда у тебя в регионе есть офис, хороший большой офис, который ты можешь привести потенциальных клиентов в партнеров. То есть офисная программа, она важна, и важно, чтобы у нас, как можно в большем количестве городов, были хорошие, красивые офисы, куда можно было бы приводить клиентов в партнеров. Проводить обучение там, то есть это какая-то такая точка сбора, точка синхронизации в регионе, то есть это очень важно. Вот. Значит, и у офисной программы, которая есть у нас, еще раз напомню, то есть вот это повышение, которое есть у нас клиентское, идет на два направления. Первое – это компания, то есть мы закрываем там эту инфляцию, вторая часть – это офисная программа. И вот в офисной программе, в модернизации офисной программы было два основных момента, которые нужно было сделать. первое – это попытаться отвязаться от наполнения бюджета офисной программы партнерскими деньгами. То есть, значит, у нас по условиям старой офисной программы мы считали партнерский товарооборот, который проходил не клиентский, а вот именно партнерский товарооборот, который проходил в регионе, и с этого товарооборота партнерского уплачивали процент. И когда компания только начинает работать, когда, значит, первые два-три года, это как бы нормально. Потом уже компания становится стабильно, развивается, и, значит, партнерский товарооборот, он, скажем так, более волатилен, нежели, например, клиентский товарооборот. Клиентский товарооборот, он более стабильный. То есть есть клиенты, которые оплачивают денежную плату, и это более стабильная история. Вот. И вот, значит, в модернизации офисной программы первая задача была попытаться отвязаться от партнерского товарооборота и привязаться к клиентскому товарообороту. И, в принципе, то, что у нас идет часть денег с повышения абонентских платежей, мы как раз-таки эту задачу закрываем. То есть мы постепенно перевязываемся и делаем так, чтобы наполнение бюджетовооборотной программы было, скажем так, стабильно, чтобы не было вот этой волатильности, и чтобы мы понимали и могли прогнозировать там на несколько месяцев вперед, на полгода, может быть, даже на год, по поводу открытия офисов, открытия регионов, то есть открытия новых офисов в новых регионах и так далее. Значит, это первый момент по поводу офисной программы. Первая задача, которая нужна была. И вторая задача, ну это самая главная задача, это дофинансировать офисную программу, потому что те деньги, которые есть сейчас в офисной программе, по тем условиям, значит, тот бюджет, который заложен сейчас в офисную программу, этого бюджета не хватает. Значит, и когда было принято решение, значит, о повышении клиентской абонентской платы, значит, еще раз мы с департаментом масштабирования, ну, последние, получается, три месяца мы обсуждали, считали математику и пришли к выводу, что вот того бюджета офисной программы, его не хватает даже от повышения клиентских абонентских плат, потому что для того, чтобы комфортно, значит, распоряжаться вот этим бюджетом, для того, чтобы, ну, комфортно была вот эта офисная программа, работала, что значит комфортно? Это значит, чтобы у тех, кто офисы открывает, и тех, кто офисы содержит, партнеры, как правило, какой-то лидер в городе, чтобы у него не болела голова, чтобы он не занимался тем, чтобы, ну, чтобы не думал о том, как этот офис содержать, как его там дальше оплачивать и так далее, как его развивать, вот, для того, чтобы было комфортно офисную программу, нужно увеличить ее бюджет от сегодняшнего значения как минимум в три раза, то есть, чтобы в бюджете офисной программы было как минимум в три раза больше денег, чем есть сейчас, вот тогда, тогда было бы более комфортно, и плюс были бы ресурсы для того, чтобы расширять, для того, чтобы открывать новые офисы в новых регионах, вот, значит, и, значит, то есть, мы понимаем, что нам нужно еще больше денег, помимо того, что есть клиентское повышение, нам нужно еще больше денег для того, чтобы дофинансировать офисную программу. Мы начали смотреть, какие есть в компании, скажем так, моменты, которые можно было бы еще проиндексировать, где можно было бы еще поднять, значит, стоимость, цену для того, чтобы, то есть, те моменты, которые можно было проиндексировали, которые не индексировались долгое время или вообще не индексировались. И мы обратили внимание на годовой контракт. Значит, у нас есть годовой контракт, то есть это контракт, который партнеры заключают с компанией в момент регистрации и затем ежегодно этот годовой контракт продлевается. Его стоимость 50 условных единиц. Значит, и годовой контракт у нас тоже практически с самого начала, и вот за все это время, почти там 10 лет, мы его не раз не индексировали, то есть не раз не было повышения годового контракта. Вот. И посвящавшись департаментом масштабирования, мы понимаем, что мы тоже можем его проиндексировать, то есть поднять его стоимость для того, чтобы закрыть вот эти задачи по офисной программе и по вот этим всяким инфляционным моментам. Значит, поэтому с 1 февраля тоже вместе с повышением клиентской оборудовской платы у нас повышается стоимость годового контракта. Значит, у нас стоимость была 50 условных единиц, сейчас это будет 100 условных единиц. Значит, и вот тогда нам, мы понимаем, что тогда нам достаточно закрыть вот эти две задачи по моментам там инфляционным и по офисной программе. Значит, и тогда, таким по самым скромным подсчетам мы сможем направить в офисную программу бюджет в три с половиной даже раза больше, чем есть на сегодняшний день. Вот. Значит, годовой контракт и еще раз напомню, то есть какие у нас оплаты. То есть у нас годовой контракт, он сидит при регистрации в пакете старт-бизнес. Есть старт-бизнес с месячной абонентской платы и с полугодовой. То есть было 600, станет 650, было 800, станет 850. И сам годовой контракт, который продлевается ежегодно, значит, он будет 100 условных единиц. Это будет с 1 февраля 2024 года. То есть вот уже через три получается недели. Значит, я понимаю, что не совсем приятно вот это повышение, вот. Но нужно понимать, что, ну, во-первых, это не раз в месяц, а раз в год. И если мы посмотрим вот эту дельту, повышение на 50 условных единиц раз в год, то есть если мы 50 поделим на 12, это где-то около 4 условных единиц. То есть получается, что на партнера нагрузка в месяц, ну, плюс 4 условные единицы. Вот. И надо понимать, что эта нагрузка, она будет полностью уходить снова в партнерскую программу в виде новой офисной программы, которую мы тоже запустим с 1 февраля. СБ – это старт-бизнес, пакет старт-бизнес. Значит, новая офисная программа. С 1 февраля мы ее запускаем. То есть это говорит о том, что в первых числах февраля мы выплатим, значит, офисную программу последний раз по старым условиям. То есть в первых числах февраля мы выплачиваем офисную программу по старым условиям, которые были до. И с 1 февраля 2024 года у нас уже запускается новая офисная программа. Значит, новая офисная программа, во-первых, она, что мы с ней делаем? Значит, весь вот этот бюджет, который мы начинаем с 1 февраля собирать, вот этих от абонентских платежей, от годовых контрактов, весь этот бюджет, который должен идти на офисную программу, мы весь этот бюджет отдаем в распоряжение самим партнером. То есть компания уже не будет им распоряжаться, вот, будет собираться бюджет, отдаваться партнером, то есть департамент масштабирования. И департамент масштабирования сам уже по своим критериям будет распределять эти средства. То есть получается, что компания раньше, то есть мы как-то это все собирали, сами на своей стороне считали и делали выпуты. То есть сейчас мы весь этот бюджет, который будет, значит, мы передаем самим партнерам и сами партнеры уже сами решают, каким образом этот бюджет будет распределяться. Вот. И получается, что, по сути, это, знаете, это как мы уходим еще, скажем так, еще больше шаг от централизованной системы, переходим в горизонтальную систему, то есть развиваем местное самоуправление, скажем так, местное самоуправление на местах. То есть мы больше даем полномочий в регионах, партнеров, ну и тем самым вместе с этим полномочием приходит еще и финансирование, больше финансирование. Вот. Поэтому еще раз на вот эти повышения, на серию этих повышений нужно смотреть правильно. То есть нужно понимать, что, во-первых, есть как бы та конъюнктура, которая сегодня создалась, она от нас не зависит, ребята. То есть происходит то, что происходит в мире, в стране и так далее. И есть такое понятие, ну, в рыночной экономике есть понятие инфляции. Вообще, рыночная экономика не может быть без инфляции. Вот. В любом случае рыночная экономика, она должна, цены должны постоянно расти. Не так быстро, может быть, но это нормальная история. Вот. И все равно, рано или поздно, цены, они как бы растут. И мы здесь тоже, мы здесь не перегибаем, и мы не злоупотребляем этим правилам. Еще раз. Значит, и это вынуждена, так скажем, мера. Первое. Второй момент. Часть этого повышения, оно идет на дофинансирование офисной программы. А это очень важная программа для вообще всего партнерского сообщества. Еще раз. Офисная программа, она решает очень много вопросов. И, как я уже сказал, это и подключение клиентов, подключение партнеров. Но один из самых важных моментов по моему опыту работы, когда я работал как партнер, офис – это такая важная точка синхронизации. То есть, это то место в городе, куда могут собраться все партнеры. Можем собраться, что-то обсудить, провести какое-то обучение, проводить презентации и так далее. То есть, такой драйвер, то есть, такая постоянная движуха, куда приходят партнеры, они заряжаются вот этой новой энергией. И это способствует тому, что бизнес очень быстро развивается. И офисы нужно поддерживать. Поэтому вот были приняты такие решения. То есть, это то, что повлияет еще дальше на вот этот рост. То есть, не просто повышение, но это то, что, значит, повлияет. То есть, те новые деньги, новые средства, которые снова пойдут в офисную программу. Вот таким образом. Так. Ну и о чем еще нужно сказать? Конечно же, это то, что через, ну вот уже через три недели мы с вами начнем собираться в Москве. Постепенно уже все будут прилетать, приезжать. И 3-4 февраля мы с вами встретимся в Vegas City Hall в Москве. Два дня. Классное мероприятие, где мы будем поздравлять самых-самых активных партнеров. То есть, мы будем подойти итоги целого 23-го года. То есть, посмотрим, кто в 23-м году работал очень хорошо, результативно. Вот. И нас ждет хорошее шоу-программа, будет хедлайнер. Второй день будет у нас обучение от самых эффективных топ-лидеров компании. У меня тоже будет блок по обучению. Я тоже второй день буду проводить обучение. И, конечно же, это новости. Новости о развитии компании, о стратегии дальнейшей. Нам есть что вам рассказать. Также мы расскажем о новой фиче в продукте, о которой мы еще пока не рассказывали. Но она уже готова. Она уже проходит во всю боевое тестирование. И вот об этом тоже будем рассказывать. Поэтому 3-4 февраля мы вас всех обязательно ждем. Мы там все увидим с вами. Значит, еще что нужно сказать про лидерские каникулы. Как будет считаться офисная программа, вопрос, и как будут ее партнеры, которые отвечали. Вот еще раз, все вопросы по офисной программе, по условиям распределения офисной программы, это уже прерогатива партнеров. То есть, мы как компания, еще раз, мы не вводим никакие условия, потому что мы понимаем, что, скорее всего, на местах партнеры будут более эффективно распоряжаться этими деньгами. Вот. То есть, это принцип местного самоуправления. То есть, значит, мы понимаем, что на местах люди лучше знают, какие условия нужны для получения этих денег и сами, в принципе, эти деньги. Вот. Поэтому мы вот от этой централизации, скажем так, власти уходим в местное самоуправление. Поэтому этот вопрос нужно задать своим высшедающим кураторам из департамента масштабирования. Вот. И своему высшедающему куратору, который есть в департаменте масштабирования, эти условия, они уже, я думаю, что, в принципе, они уже есть. Так. Идем дальше. Лидерские каникулы. Значит, мы проводим мероприятия 3-го, 4-го, это суббота, соксения, 5-го у нас будет обучение для ВИП-партнеров. Да, вот еще об этом нужно сказать. И с 6 по 11 февраля лидерские каникулы в Дубае. Значит, в Дубае он там один день будет обучения, 7-го числа. Все остальное это будет большая тусовка. Вот. Я вчера тоже был на совещании по обсуждению всей этой тусовки. Там намечается очень такая насыщенная программа. Поэтому это больше тусовка. То есть, это такая поездка больше не про обучение, а вот именно эти каникулы. То есть, тогда, когда ты можешь поехать и просто отдохнуть. Именно каникулы. Когда минимум разговоров о делах, о бизнесе и просто отдых в группе, в компании единомышленников с 6 по 11 февраля лидерские каникулы. Окей. И завершение. Нам нужно поздравить партнеров. У нас, вы, наверное, видели вчера в Телеграм-канале, у нас прям была такая россыпь поздравлений, большое количество поздравлений партнеров с новыми статусами. У нас очень много директоров закрылось. Вот. Ну и давайте как раз-таки их отметим. Я хочу поздравить партнеров, начиная со статуса ключевого менеджера. Ключевой менеджер в декабре. Поздравляем. Денис Вольф, Волф Алдан, Елена Кутия Ставрополь, Олеся Силванович Ставрополь, Ксения Крафтс Сочи, Инна Кулявцева Видная, Елена Поклонова Москва, Оксана Разумова Тверь, Александр Поздеев Якутск, Алексей Петряев Нижний Новгород, Роман Нечкин Невянск, Татьяна Григорьева Кутск, Анжелика Боровская Санкт-Петербург, Татьяна Савинова Александров, Альбина Коваль Тольятти, Сергей Лилия Кузнецова Ешкарала, Наталья Танакова Ешкарала, Зарина Рахманова Путилкова, Иван Дорошенко Ешкарала, Лисан Вишнякова Ешкарала. Идем дальше. Региональный менеджер в декабре. Татьяна Винокурова Елабуга, Маргарита Поспелова Тверь и Екатерина Шестакова, город Екатеринбург. И статус директора в декабре. Новые директора. Поздравляем. Дарья Исаева Москва, Инна Бельская Ставрополь, Мария Планкина Тюмень, Нургуяна Петрова Якутск и Марина Поздеева тоже Якутск. Это директора. Также у нас в компании в прошлом месяце в декабре появились два новых региональных директора. Это Надежда Колосова, Якутск и Светлана Павлова-Балакова. Это региональный директор. И в декабре у нас появился новый федеральный директор. Это уже очень серьезный уровень, статус. Евгения Карташова, город Есентуки. Статус и федеральный директор. Ребята, мы вас поздравляем. Супер-супер результат. Слушайте, ну, одни девушки. Одни девушки впереди планеты всей. Да. Ну да, все директора у нас, получается, все директора девушки. Потому что мальчики в декабре расслабились. Так, идем дальше. Так, что еще нужно отметить? Я хотел бы каждый месяц отмечать тех партнеров, которые делают, закрывают бонус масштабирования. Это очень важный для нас момент, показатель, то есть, скажем так, действия, да, в компании. То есть мы приветствуем и поощряем тех партнеров, которые каждый месяц у них появляются два новых партнера. Это нормальная история, нормальный ритм. Я не скажу, что, то есть, вот два партнера – это нормально. Три-четыре – это уже, ну, наверное, не все могут с таким, с такой скоростью справляться, с таким количеством людей, то есть с таким количеством новых партнеров. Но, как показывает практика, два партнера в месяц – этого достаточно. Нормальный ритм. То есть у вас команда растет, и вы успеваете с этими людьми поработать, запустить их, обучить и так далее. Вот, благо, что у нас есть обучающая платформа, и это все, в принципе, очень быстро происходит. Вот, и мы в компании очень, скажем так, хотим делать акцент, ставку на это, то есть поощрять как-то, то есть акцентировать ваше внимание на то, чтобы, ну, вот именно на это действие, на два новых партнера каждый месяц. Мы на итогах года обязательно отметим ребят, которые в течение года лучше всего работали с этим бонусом, то есть больше всего получили этот бонус, мы обязательно их отметим, пригласим на сцену. Вот, а пока назовем тех, кто в декабре сделал бонус масштабирования. Поехали. Евгений Затыкин, Светлана Разумовская, Надежда Жолобова, Олимпиада Семенова, Эльвира Бухарметова, Наталья Рыжова, Михаил Шестаков, Саргылан Алексеева, Дмитрий Кин, Илья Киселев, Лилия Смирнова, Анжелика Боровская, Ольга Белогубец, Умиджон Султонов и Сергей Колин. Такое количество людей у нас выполнило бонус масштабирования. И хотелось бы все, каждым месяцем все больше и больше, чтобы этот список становился все больше и больше. И надо отметить тех ребят, которые активно работали с клиентами. Хотелось бы отметить партнеров, у которых появилось два и более клиентов в декабре. Значит, начнем с двух клиентов. В декабре Анастасия Солнцева, Тверь, Константин Фельде, Омск, Александр Бурмистров, Новотитаровская, Наталья Гаранина, Омск, Анастасия Казакова, Владивосток, Наталья Родионова, Москва, Евгения Собянина, Ханты-Мансийск, Сергей Кузнецов, Ешкарала, Марина Следова-Бирля, Андрей Прокопенко-Аланбург, Евгения Ирина Жилина-Новокузнецк, Олеся Корчагина-Рязань, Татьяна Фурсова-Самара, Юлия Рыжакова-Краснодар, Батагор-Зимула-Астана, Евгений Козлов-Москва. Идем дальше. Три клиента в декабре появились у Андрея Куренкова-Рязань, Дмитрия Табаков-Рязань и Антон Деминов-Вологда. У нас есть три партнера, у которых в декабре появились четыре новых клиента. Данил Голод-Домодедово, Сезер Рыбанович-Краснодар и Максим Есейев-Город-Москва. И по традиции в конце гонка городов мы берем за весь год. То есть это получается за весь 23-й год, то есть это за два спринта 23-го года, так скажем, с февраля 23-го. Значит, начнем с клиентов. 10-е место Бишкек, 9-е Омск, 8-е Тюмень, 7-е Улан-Удэ, 6-е Самара, 5-е Пермь, 4-е Санкт-Петербург, 3-е Иркутск, 2-е место Город-Якутск и 1-е место Город-Москва. И по партнерам десятка выглядит следующим образом, топ-10. 10-е место Самара, 9-е Тверь, 8-е Сургут, 7-е Южкорола, 6-е место Санкт-Петербург, 5-е Южно-Сахалинск, 4-е место Тюмень, 3-е Иркутск, 2-е место Якутск и 1-е место Город-Москва. Это гонка Городов. Так, ну и вся, так, это вроде бы вся информация на сегодняшний день. Еще раз вкратце напомню, с 1 февраля у нас будет повышение. Еще раз клиентам, пожалуйста, об этом скажите. Вот, и с 1 февраля нас с вами ждет новая офисная программа. Это говорит о том, что в 2024 году у нас будет больше офисов, в большем количестве регионов, улучшаться будут офисы и так далее. Потому что на это в 2024 году будет выделено намного больше денег. Так, и в заключение хочу воспользоваться случаем и поздравить вас всех еще раз с Новым годом, с Рождеством. Мы с вами начинаем новый 2024 год. И вот каждый год, каждый новый год у меня мои поздравления, когда я поздравляю друзей, родственников, близких, они немного разные. Вот в этом году почему-то у меня сложилось так, что я всем желаю, всем своим родным, близким, друзьям, партнерам. Вот, и вам, а вы мои партнеры, многие из вас уже друзья. Значит, я хотел бы пожелать, первое, самое главное, это здоровье. И второе, это мудрости, спокойствия, вот этой внутренней гармонии, как бы наблюдать за всем происходящим и понимать, что есть в жизни моменты, на которые мы можем повлиять, а есть моменты, на которые мы не можем влиять. И я хочу пожелать вам вот этой мудрости, внутренней гармонии, внутреннего спокойствия для того, чтобы быть в принятии там, где иметь мудрость, быть смиренным и быть в принятии там, где мы не можем повлиять на какие-то события. И не расстраиваться, не пожелать, потому что в мире сейчас все быстрее и быстрее происходят эти события. Я думаю, что вот эта вот внутренняя гармония, внутреннее спокойствие, это один из важных скиллов, который нужен здесь сейчас. Поэтому я вам этого желаю. Еще раз всех с Новым годом, с Рождеством и до встречи на итогах года в Москве 3-4 февраля. Все, всем пока.